Меня зовут Ти, и на этом канале я собираю не просто страшилки, а свои собственные расследования самых мистических событий. И я приглашаю тебя заглянуть в бездну. Смело следуй за мной, но помни, есть одно правило – не оборачивайся. Мелани Гудвин родилась 4 августа 1988 года в семье Глена и Пэгги Гудвин в Арлингтоне, штат Техас. С самого детства девочка проявляла свои художественные способности, и по словам ее близких, она любила пародировать и корчить рожицы перед зеркалом, а также была очень артистичной. Когда ей было около 9 лет, родители записали ее на курсы пения и театра, потому что это было то, что ей нравилось. Она училась в средней школе Боуи, где была известна своим большим талантом к актерскому мастерству, пению и танцам. У нее также было очень много хороших друзей, которые ее обожали. В 2006 году она окончила школу и поступила в университет Северного Техаса, поэтому ей пришлось переехать из Арлингтона в Дентон. Во время учебы она познакомилась с парнем по имени Али Валенсия. У них быстро завязались отношения, и они начали жить вместе в квартире в университетском городке. Параллельно с учебой, Мелани работала промоутером на мероприятиях для некоторых брендов, что помогало ей в финансовом плане. 24 сентября 2007 года девушка работала промоутером Red Bull на мероприятии магазина GameStop, посвященному запуску знаменитой видеоигры Halo 3. Обычно такие мероприятия заканчивались довольно поздно, поэтому Мелани часто возвращалась домой рано утром. У девушки был красный автомобиль Saturn 2002 года выпуска, принадлежащий ее отцу. Около часа 30 ночи 25 сентября Мелани покинула это мероприятие. По дороге в свою квартиру она позвонила своему парню Али, и в разговоре он попросил ее зайти в магазин, чтобы купить ему шоколадное молоко и чипсы. Примерно в час 45 ночи девушка остановилась у магазина, воспользовалась туалетом, купила еду для своего парня, а затем ушла. Вскоре после того, как Мелани поговорила с Али по телефону, он уснул. И проснувшись через несколько часов, он обнаружил, что девушки все еще нет дома. Он начал звонить ей, но Мелани не отвечала. Сначала парень подумал, что она занята чем-то другим и поэтому не возвращается. Но со временем он начал беспокоиться все больше. Поэтому решил отправиться на ее поиски в университетский городок и некоторые близлежащие районы. В то утро полиция города Кэролтон, расположенного в получасе езды от университета Северного Техаса, получила звонок от рабочего, который сообщил, что нашел обгоревшее тело женщины за офисным зданием. Когда прибывшие власти обнаружили тело в канаве за зданием, они предположили, что это женщина, поскольку у нее были волосы и ухоженные ногти. Однако она была настолько сильно обожжена, что опознать ее было слишком трудно. Во время осмотра места происшествия офицер заметил, что на парковке здания есть камеры наблюдения. Поэтому они отправились просматривать видеозаписи предыдущей ночи, на которых было хорошо видно, как мужчина подъезжает на красном Сатурне, выходит из машины и достает то, что, как оказалось, является телом. А через несколько минут появляется большое пламя. После того, как мужчина поджег тело, он сел в машину и уехал. У следователей есть записи того, как неизвестный пытался избавиться от тела этой женщины. Но так как они не могли установить личность подозреваемого или жертвы, у них было много работы. Параллельно с этим, Аля Валенси еще не заявила о пропаже девушки, потому что думал, что она вернется с каким-то объяснением. Несмотря на то, что это было очень странно, он пытался думать позитивно. Но в тот же день, когда было найдено тело, офицер полиции обнаружил красный автомобиль «Сатурн», припаркованный в жилом комплексе, который находился совсем рядом с местом преступления. Офицер подошел к машине и заметил, что в ней сильно пахло бензином. А когда он заглянул внутрь машины, то увидел канистру с бензином на водительском сидении. Это было большое совпадение, так как это мог быть тот самый красный «Сатурн», который они искали. Когда они проверили номерной знак машины по записям, то поняли, что машина принадлежит Гленну Гудвину. В этот момент следователи решили, что он и есть тот самый подозреваемый, которого они искали. Однако, как только они прибыли в его дом, то узнали, что человек, управлявший машиной Глена, на самом деле был его дочерью Мелани, и что она, вероятно, и есть та жертва, которую они нашли. Детективу пришлось сообщить ему новость о том, что они нашли тело женщины, но не могут быть уверены, что это его дочь. Пегги тут же позвонила Аля и спросила его о том, когда он увидел Мелани в последний раз. В этот момент парень понял, что что-то действительно не так, и рассказал им, что ждал ее весь день, и что она не вернулась домой с работы. Так как Аля был последним человеком, который разговаривал с Мелани, он стал главным подозреваемым. Следователи его допросили, и он рассказал, что в последний раз разговаривал с девушкой поздно ночью, и что она так и не вернулась ночевать в квартиру. К счастью, Мелани рассказала своему парню, в какой магазин она заезжала. Это, конечно, очень помогло следствию, так как они смогли пойти в магазин, и продавец Нета подтвердил, что девушка заходила туда ночью, а также сказал, что она якобы уехала с мужчиной латиноамериканского происхождения, который также находился в магазине. Нет добавил, что этот мужчина провел в магазине более часа, и попросил телефону продавца, чтобы позвонить своей бывшей девушке. Затем он просто ходил туда-сюда, а когда в магазин вошла Мелани, он начал ее преследовать. К удивлению полиции, в магазине были установлены современные камеры с записью звука. Поэтому не составило труда проследить, как Мелани прибыла в магазин и разговаривала с мужчиной. Камеры показали, как этот парень попросил девушку подвезти его, потому что якобы его автомобиль сломался. Но она отказалась, и мужчина ушел из магазина. Затем Мелани оплатила свои покупки на кассе и тоже вышла. К сожалению, снаружи магазина не было камер наблюдения, поэтому неизвестно, что там произошло. Но продавец предположил, что Мелани согласилась подвезти его, так как он видел мужчину в машине с ней. Этот мужчина был одет так же, как подозреваемый, которого зафиксировали камеры наблюдения на месте, где было найдено тело девушки. Позже тело было опознано благодаря стоматологическим записям, и было подтверждено, что это действительно Мелани Гудвин. По словам судмедэксперта, девушка умерла от множественных травм тупым предметом. А вскрытие показало, что у нее были серьезные травмы лба и подбородка. Также было установлено, что ее душили, так как на ее шее были следы. Благодаря телефонному звонку, который этот человек сделал своей бывшей подруге с телефона продавца, полиция смогла установить личность подозреваемого. Это был Эрнеста Рейс. 20-летний парень, родившийся 13 января 1987 года в Мексике. Когда офицеры попытались поговорить с ним, то узнали, что он сбежал в Мексику. Следователи штата Техас связались с полицией Мексики, чтобы выяснить местонахождение этого человека, и начали круглосуточное наблюдение за его родственниками. К счастью, 9 октября 2007 года, через 15 дней после убийства Мелани, Эрнеста был обнаружен в доме родственника и арестован офицерами Мексики. Они согласились выдать его в США только в том случае, если американские власти согласятся не добиваться для него смертной казни. Власти США согласились на сделку, и в мае 2008 года Эрнеста был экстрадирован в США. Прокуратура Техаса обвинила мужчину в убийстве и потребовала в качестве наказания пожизненное заключение. Помимо этого, власти также арестовали друга Эрнеста, Донована Янга, который был обвинен в фальсификации улик, поскольку дал ему пустую канистру из-под бензина и наличные деньги, чтобы он мог избавиться от тела Мелани. Суд состоялся в феврале 2009 года, и стало известно, что Эрнеста увидел Мелани в магазине и последовал за ней к ее машине. Неизвестно, согласилась ли она подвезти его или он заставил ее сделать это. Но после того, как она села в машину, он совершил над ней сексуальное насилие и убил. В ходе судебного процесса стало известно, что Эрнеста был очень проблемным молодым человеком, который не закончил среднюю школу, часто употреблял запрещенные вещества, а также у него была судимость за мелкие правонарушения. Обвинение обнародовало другие видеозаписи с участием Эрнеста, одна из которых была снята на заправочной станции, где он наполнил канистру бензином. Другой обвиняемый по делу Донован Янг дал показания в пользу обвинения и сказал, что Эрнеста пришел к нему в квартиру около 3 часов ночи 25 сентября 2007 года и сказал, что убил девушку. Донован видел тело Мелани, которое лежало на заднем сиденье с поднятой юбкой и спущенным нижним бельем. Эрнеста сказал, что ему нужна помощь, чтобы избавиться от тела, но Донован не согласился, однако дал ему пустую канистру из-под бензина и наличные. Затем Эрнеста уехал, купил бензин, отвез тело и поджег его, после чего бросил машину у жилого комплекса. В 5 утра он вернулся в квартиру Донована и лег спать. А около полудня они оба отправились в жилой комплекс, чтобы попытаться забрать машину девушки. По дороге Эрнеста рассказал, что они с Мелани вместе употребляли запрещенные вещества и решили переспать на заднем сиденье машины. Но в какой-то момент позвонил парень девушки и она сказала, что должна уехать. Но Эрнеста хотел закончить начатое, и когда он якобы пытался ее обнять, она внезапно перестала двигаться, и тогда он понял, что она мертва. Несмотря на это, адвокаты Эрнеста утверждали, что мужчина встретил Мелани в магазине, попросил ее подвезти, она согласилась, и пока не ехали, она якобы попросила его достать запрещенные вещества. И он подумал о том, чтобы поехать к Доновану. По словам защиты, они втроем находились в машине, и в какой-то момент между Донованом и Мелани произошла ссора. И в итоге он изнасиловал и убил ее. А затем заставил Эрнеста избавиться от тела, угрожая ему пистолетом. И именно поэтому на видеозаписях появляется только Эрнеста. Но защита не смогла объяснить, как на теле Мелани оказалась только ДНК Эрнеста. Одним из неопровержимых доказательств, которые было обвинение относительно версии защиты, было то, что в теле Мелани не было найдено никаких следов запрещенных веществ. Также абсурдно, что она согласилась пойти употреблять запрещенные вещества совершенно незнакомым человеком. Учитывая, что она только что закончила долгий рабочий день, и что ее парень ждал ее в квартире. К счастью, присяжные решили, что у обвинения было достаточно доказательств, чтобы признать Эрнеста Рейса виновным в убийстве. И 27 февраля 2009 года он был приговорен к пожизненному заключению. С другой стороны, Донован Янг признал себя виновным в фальсификации доказательств. И три месяца спустя, 27 мая 2009 года, был приговорен к 8 годам лишения свободы. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылка на них есть в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся! Субтитры создавал DimaTorzok